Всем доброго времени, так здравствуйте. Мы с мамой сегодня идем на рынок, секонд-энд. Они приехали уже на прошлой неделе, как чисто за мной. Странно, убрали. Жара на улице, ну прям до солнца еще не сильно жарко, потому что утро, но будет жарко. Ой, я уже опять снова манекировала. Вот этот пододеяльник хороший. Сейчас смотрим на белье. Хорошего качества, кстати. И вот, смотри, тоже. Ой, вообще хороший. Вот это вот классный. Это что, это скатерть? Да, скатерть большая. Тоже очень хорошая. Сейчас посмотрим, что будет еще есть. Вот это вот, по-моему, вышита интересная. А это? Нет, это изнанка, это вот лицо. Скоралько. Самому Poland что мне нравится? Да, да? Задно, как она живет. Вот так это говорит. Надоät króчак, денег нет хотия, просто держась такая. Скоральп entscheiden. Сîм. Надо Onun. Надо, который долженossaетьironそれは.. Надо tramite 혼자… В нем это когда я заехал, возможно? Это 140 тоннчик. Передаемся дальше. Я взяла себе простынь, взяла себе скатерть очередной. Ой, шелковая блузка была, короче, набралась. Даним. Что это? Платье такое красивое в петухах. Это кольчуга. Так, что это? Тоже нараютка. Да. Чендель. Это сарапа. О, господи, что красиво. Так. Это шортики. О, боже, какие маленькие. Что? Левка. Бискотча. Овось. Нет. Да. Идем дальше. Очень красивый шорт и хога босс. Но они маленькие. Очень маленькие. На Дениса маленькие. На Масева маленькие. Такая рубашка у меня хорошая. Что еще здесь не шла? Это мойка. Шла к какой-то определенной футболке. Но ее уже тут закидали, пока я шла. Так. Не вижу. Вот она, по-моему, зеленая. Да, кинзо. Вот это кинзо? Не знаю. Кинзо, кинзо. Так. Что зло? Маленькая. Это что? Валенциана. Вот видите, как мы меряем на рынке одежда. Она хотела себе взять на дочку, если вдруг под дождь. А тут противаре. Цену они еще не ставят. Это дочь. Это просто ветровка, наверное. Она промокает. Так. Сегодня будут странные покупки. Начну вот с этих вот двух наволочек. Здесь две. Они новые, льняные. Между собой. Они сшиты. Знаете, меня как-то, ну, это уже, наверное, старость тянет на вот эти всякие расшелье, вышивки. Знаете, как в Шерлоке Холмсе. О, кружевные салфетки. Какая предсказательница. Кружевные салфетки. Да. Так вот и у меня начинаются кружевные наволочки, вышитые салфетки, скатерти. Не знаю, нравится мама. Мама как-то, маме не очень. Ну, мне вообще нравится, нравится, нравится. Очень я хотела такое. 5 евро, две наволочки. Идем дальше. Следующая это скатерть. Я постараюсь сейчас вам разложить ее одной рукой. Она помятая, в хорошем состоянии. Все. Вы знаете, как вот этот продавец, у него очень много было в этот раз скатерти, простыней, под одеяльником. Он все время говорит, это вышивала моя нонна, моя бабушка. Короче говоря, это вот просто белая скатерть с белой вот такой вот вышивкой. Я постараюсь погладить, вам потом покажу. Давайте еще, наверное, все-таки приведу ее в порядок, покажу вам попозже. Ну, вот она квадратная, то есть прямоугольная, скорее всего. Да, прямоугольная. Разглажу, вам ее покажу. Белая. Вот на крае вот такие вот дырочки, видите. Мама мне говорит, зачем тебе еще одна скатерть? Я говорю, ну, много не бывает такого. Не знаю. Бывает, конечно, много. Ну, тоже, наверное, не знаю. Повторюсь, раньше у меня такого не было. Сейчас я вот стала плюшкиным. Наверное, от изобилия вот такого товара красивого, интересного. Хочется много, хочется всего. Это простынь. Она большая, она вот такой прошлый. Видите, она желтоватая внизу. Не знаю, по всему краю, может она просто грязная. Хотя по ней посредине вот Лура. Не видно стопроцентный Катон, Мады и Ниталия. Это двойная простынь, очень большая. Я ее потом разверну, вам обязательно покажу. Не знаю, может постельно попробую на кровать. Но мне нравится очень. Ну что, пока все это дело, я вам покажу вот эти наволочки, которые я купила. Две одна. И под ней вторая. Вот. Я уже одно одела. Ну, как-то вот эту первую не очень хорошо выгладила. Надо сейчас еще, наверное, снять и перегладить. А вот эта вот такая вот. Пять евро я заплатила. Не знаю, тянет меня на такое. Мне нравится. Вот скатерть. Я тоже ее постирала, уже погладила. Но лет она все сохнет моментально. Скатерть большая, прямоугольная. На белом фоне вот такие вот красивые белые цветочки. Хотела крахмалить. Но у меня крахмал, но я брызгалка сломалась. Но пока так. Пришлось вот так. И по краям здесь тоже цветы. И вот такие дырочки. Ну, красота. И вот простынь. Я уже погладила тоже ее. Сложила. Она большая. Три на два с чем-то. Ну, такая вот большая. Двуспальная кровать. Классная. Внизу, правда, только вот такая вот с одной стороны. Вот такая прошла. И все. Так, получила свою посылку сегодня. Здесь посуда. Я купила на Винтеде очередную часть своего сервиза. Ну, да, зарекалась я не покупать. Часто бьются. Но, тем не менее, кроме Винтеда, я больше нигде тарелки найти не могу. А мне нужно аж докупить. И в этот раз они были совсем дешевые. По 2 евро за штуку. Обычно продают по 8-10 евро за штуку. Минимум 6. Сейчас посмотрим, что тут пришло. Так, ну, здесь коробка в коробке. Сейчас смотрим, что дальше. Так, ну, еще одна коробка в коробке. Паковали по-хозяйски. Показываю сразу. Ух! Вроде как все целое. Походу на то. Да. Все целое. Вот такое вот блюдо. Бельяный бок. Вот такая лодочка здесь. Давайте сразу покажу, как упакованы тарелки. Вот так они упакованы. Здесь должно быть 6 штук. Сейчас посмотрим. Таких как раз мне не хватало. Мне их мало очень. По-моему, 4 или 5. А мне нужно хотя бы 10-12. Сейчас посмотрим. Ну, что, в общем-то, я посылкой довольна. Все пришло нормально. Единственное, что вот эта тарелка оказалась со сколом. Видите? Конечно, ничего хорошего. Я такое не люблю. Пользоваться уже, естественно, и не буду. Но, тем не менее. Я, конечно, рассчитывала на этот салатник. Будет трудно найти за 8 евро. Тем более, он минимум стоит 25-30. Он вообще в идеале. И вот это блюдо. Тоже я купила за 8 евро. Тоже, но в идеале. Ну, и получается у меня 2-4-5 тарелок. Ну, вот шестая. Должны еще вот такие 6 глубокие крышки прийти. Я купила, потому что у него дешево было. И, знаете, короче, за все тарелки, за все, что можно, я заплатила 40 евро. Еще, я же говорю, придут еще 6. И все. На этом я, наверное, остановлюсь пока с сервизом. Ну, единственное там, чего мне не хватает. Какое-то там, по-моему, ерундовины. Типа соусника какого-то маленького. Что-то хочется. А, нет. Я еще хотела купить сюда. Есть еще маленькие тарелки. Знаете, такие десертные. Вообще прикольно, если ставить. Сейчас покажу вам, секунду. Ну, вот, в идеале, видите, столовая тарелка. То есть, мелкая тарелка, глубокая тарелка. И вот такие есть тарелки, вот с таким рисунком. Это просто у меня альтеция с дыркой, видите. А есть вообще вот так. Раз, два, три. То есть, горячее блюдо, антипасту и основное блюдо. Вот так. Вторая посылка пришла. Я ее распаковываю тоже при вас. Это глубокие тарелки. Повторюсь, все тарелки и первая, вторая посылка мне обошлась приблизительно 40 евро. Приблизительно. Почему две посылки? Потому что тарелки, они тяжелые, большие. И тогда бы пришлось очень дорого платить за пересылку. А так, немножко дешевле получилось. Открываем. Сегодня будем испытывать новые тарелки на борще. Мамка наварила борщ и мы будем синие новые тарелки испытывать на борще. Сейчас буду все переставлять. Теперь появилось больше тарелок и требуется больше места. Сейчас все расставлю, достану то, что у меня уже есть. Вам все вместе покажу. Вот я тут на полу пристроилась. Вот такая у меня здесь красотень. Вот такая тарелочка одна, соусник. Есть вот таких селедочницы, две маленьких. Хотелось бы еще такой есть средней величины, но пока только так. Конечно, красивые. Я вам покажу картинки, которые здесь изображены. Совершенно все разные. На тарелках, конечно, одинаковые, на всем остальном все разное. Вот такая масленка. Я очень рада, что мне досталась масленка, что я смогла ее купить. Вообще-то редкая вещь. Еще, конечно, хотелось бы, знаете, подставки вот такой. Сейчас давайте покажу вам тарелки сначала. Вот этих вот у меня получилось 10, а глубоких получилось 14. Ну, как-то все время у меня приходят мелкие битые. Вот такой салатник. Это большой, но вообще в природе существует еще поменьше. И вот такая тарелка у меня глубокая. А есть еще такая мелкая. То есть это блюдо. А у него диаметр 32 сантиметра. Вот такая красота. Вот видите, какая-то прицепилась. И вот Альтеца. Ну и, конечно же, Супница. Красавица моя. Мне очень нравится сервис. Я довольна. Повторюсь, хотела купить еще для яичек. Есть такие подставки специальные. И еще для антипасты. Моя лошадь. Розенталь. Чайный у меня еще есть сервис, но немножко другой фирмы. Видите, все в голубых тонах у меня здесь стоит. Посуды много. Посуду я люблю. Не знаю, может, откуда это у меня.